Данилин Александрович, заведующий реабилитационным отделением врач-психотерапевт. Спасибо. Расскажите, ну вот такая тема экзорцизм. Что такое экзорцизм? Как что такое? Ну, понимаете, какая штука? Во-первых, вы говорите о сугубо религиозном термине, более того, на термине католическом, исключительно, потому что в действительности в православии такие практики до самого последнего времени приняты не были. Это нововведение уже новейших времен. И поэтому вот корректно представлений об экзорцизме в науке быть не может, поскольку это область богословская. Поэтому первое и главное, наверное, самое. Понимаете, какая штука? Мы ничего не знаем о человеческой душе. И поэтому никакой науки о человеческой душе не существует ровно так же, как не существует научного богословия. Наука о душе – это примерно точно ровно настолько же бредовое выражение, как выражение «научное богословие». Это первое. Второе. То есть это можно использовать как метафора, но по сути никакой такой науки, базирующейся на твёрдых фактах, в религии быть не может. И у нас нет никаких твёрдых фактов о человеческой душе. Они все расплывчатые. Поэтому первое, что позволите мне сделать, и лучше бы хотя бы одна фраза, чтобы осталась, вы мне позвольте признаться в незнании. Потому что мы сейчас говорим о переводе, на самом деле, некоторых терминов богословия на более или менее психотерапевтический язык. То скорее на язык аналитической психологии Карла Юнга, чем на какую-либо другую. Экзорцизм – это слово, обозначающее то, что оно означает. Это слово, означающее процедуру, ритуал изгнания злых бесов из человеческой души. Поэтому вы меня о чём спрашиваете? Как проводится эта процедура? Или о том, что такое бесы? Ну а откуда берутся одержимые? Откуда берутся бесы? Ну вот видите, смотрите, это совсем другой вопрос. Вы на самом деле спрашиваете меня не об экзорцизме. Поэтому тут задавать вопросы тоже целая наука в этой области. Ну так вот, первое, что надо сказать. И что, в общем, сейчас как-то не принято понимать. У Бога, у Иисуса Христа, нет и не может быть никакого равного соперника. Поскольку это манихейство, отдельная религия и христианская ересь, которые были преодолены аж в третьем веке нашей эры. Именно то, что происходит в человеческой душе, является, собственно говоря, предметом экзорцизма. Некоторые представления о том, что бесы водятся где-то снаружи, а потом проникают в человеческую душу, абсолютно классическому православию не свойственны. Видите, приходится говорить какие-то странные термины, потому что на самом деле само по себе слово «православие» подразумевает, что оно классическое. Само представление о бесах, их формах и типологиях, так как они водятся в человеческой душе, возникло из трудов Евагрия Пандийского, который в конце IV века нашей эры описал то, что потом стало известно нам, каждому человеку известно, под названием «Семи смертных грехов». На самом деле, изначально это представление о грехах рождалось как монастырская практика. Ну, представляете себе, и речь шла не о поступках, не о грехе, как о поступке, а о грехе, как о мысли существующем в человеческом душе. Изначально таких грехов и таких помыслов выделялось в вузе. Вот, собственно, они и стали восьмию бесами или демонами позднейшего христианства. Подчеркиваю, на мой взгляд. Каким образом это происходило? Ну, примерно таким. Монах ввел духовную борьбу со своими помыслами, со своими влечениями, желаниями и инстинктами. Вот если вы представите себе монашескую келью, нахождение там человека в общем большую часть времени одного, кроме труда послушнического, а в тех древних монастырях послушнический труд, ну, либо его просто не было изначально, либо он занимал минимальное время дня. Вот я вам скажу, а вы делаете с этим, что хотите. Вы снова задаете вопрос, который на самом деле абсолютно не корректен, потому что комплексы – это представление Карла Юнга. Они никакие не научные, они столь же абстрактные, столь же основанные на сновидениях, как и все остальное. А бесы – это представление, как бы сказать, на мой взгляд, православного суеверия, даже не православной веры. Поэтому сказать, что одно является другим – это всего лишь и то, и другое. И бесы, и комплексы – это всего лишь схожие метафоры. Мы не можем этого утверждать по одной простой причине. У нас нет способа залезть под черепную коробку живого человека и посмотреть, там бес сидит в каком-то таком астральном виде, или там сидит комплекс. Что же это такое? Вот я и пытаюсь вам объяснить примерно, что это такое. Так вот, пытаюсь объяснить, чтобы было понятно. Так вот, когда человек начинает борьбу с помыслом, находясь наедине с самим собой. Ну что делать? Вот вы, вне всякого сомнения, красивая женщина, я вас хочу. Вы уйдете, а я буду бороться с помыслами. Вот, каждый в жизни влюблялся, и каждый может себе представить, что в строгом смысле этого слова – это мое хотение вас, если я не знаю способов борьбы с ним, может довести меня до безумия. Правда? Как если человек изолирует себя и находится в монашеской керрии, такого рода мысли и начинают постепенно доводить его до безумия. Механика этого безумия выглядит примерно так. Я пытаюсь отбросить в сторону мысли о сексе, а они все время навязчиво лезут ко мне в голову. И я постепенно и абсолютно логично, то есть так устроен разум человеческий, начинаю придавать им свойства живого существа. Возникает два «я». Одно «я» – это я монах, христианский человек, который пришел в монастырь бороться с помыслами. А другое «я» – абсолютно не чуждое, которое хочет, я не знаю, прихожанку. Или некую абстрактную женщину вообще. Чем сильнее я пытаюсь отбросить от себя этот образ, тем сильнее он возвращается. Как, понимаете, натянутая пружина, я пытаюсь выдавить, она бах обратно. Постепенно образ конкретной женщины, если он вообще был, уходит из головы. И вместо этого образа начинает появляться фурья. Некая демоническая женщина, которая меня непрерывно соблазняет. На самом деле, вот такого рода образования, которые в первую очередь возникают в борьбе человека со своими страхами и желаниями, Юнг первым действительно назвал комплексами. Комплекс – это некое ожившее наше представление о самом себе, которое имеет все свойства личности. Вот этот монах гипотетический, этой страшной женщине в своем воображении, начинает приписывать свойства. Он никак не может справиться. Он хочет избавиться от нее. Чем сильнее он хочет избавиться, тем сильнее она возвращается. Она начинает, появляется ощущение, что она двигает его руками и ногами, вызывая соответствующие физиологические изменения. То есть, вот этот вот комплекс, или этот страх, или этот помысел постепенно начинает приобретать черты личности, в том числе и телесные. Он начинает цеплять телесные реакции. Мы сталкиваемся с комплексами в жизни постоянно. Например, мы очень часто обижаемся в действительности на какую-нибудь мелочь. Не на то, что человек действительно сказал, имел в виду или сделал, а обижаемся на то, что какие-то слова или поступки другого человека не соответствуют нашим представлениям и ожиданиям. Вот эти наши представления и ожидания, они при некоторых условиях могут становиться как бы отдельной личностью. Поскольку, в сущности, вот если вы задумаетесь, они такие и есть. Я обиделся. Это значит, я внутренне напрягся. Правда? То есть, у меня произошли какие-то телесные изменения. Я занял какую-то обороняющуюся позу, нахмурил брови. В общем, переживание комплекса, которое меня захватило, оно может захватить все мое духовно-телесное существо. Примерно очень похожий процесс может произойти на приеме психиатра. И это, кстати, страшная беда культуры. У нее свои бесы, у науки, то есть самое, о которой вы говорите. Потому что, ну, например, вот у человека, я воспользуюсь тем же примером, что во вчерашнем разговоре с вашим коллегой. Ну, он, когда со мной разговаривал, он все время мычал, когда он не знал, как мысли сформулировать. Он говорил, ну, я при этом, например, он пришел ко мне на прием. Ну, как психотерапевт. И я ему сказал, ты знаешь, вот это твое, ну, это шизофрения. Я являюсь там ученым, авторитетным для него человеком. Ну, я знаю очень много таких случаев, и это, в общем, не так смешно. Там девочка, 7 лет, все время теребит себя за косичку. Значит, соответственно, никакие народные способы убеждения мамы не помогают. Он лишает преподавателю на уроке в первом классе, потому что теребит себя за косичку. Не может остановиться. Шизофрения назначены. Антипсихотические препараты. Вот если маме сказать про ребенка, что какой-то его признак, его поведение является шизофренией, мама тоже, по-своему, сходит с ума. Она начинает вычленять этот признак, как бы объявляя его живым и опасным существом. Опасным, разумеется, для ее дочери в данном случае. То же самое произойдет с человеком, которому я скажу. Вот это обычная наша попытка помычать, когда мы думаем, что сказать в разговоре. Нормальное совершенно. Если я каким-то образом докажу человеку, что это психическая болезнь, он начнет воевать с этим мычанием, как монах с сексом. Он будет говорить, он будет как будто некоторую функцию свою, собственную, своего мышления, своей речи. Он начнет рассматривать как беса. Правда? Вот это, вот если я не говорю «ммм», то я здоров. А если я «ммм» произнес, то это значит, что я психически болен. В конце концов происходит все то же самое. Это «мммм» начинает меня преследовать. Я говорю его больше, чем обычно. Это происходит лишь за счет концентрации моего произвольного внимания на некоторой функции, которая раньше была неосознаваема. Правда? Я ее не осознавал. Пока я живу в обычной жизни, ну, в общем, ну, как сказать, ну, красивая женщина, мини-юбки, как бы она, видимо, не одевает ее для того, чтобы я сказал «ах», и у меня возникли какие-то эротические ощущения. И таких женщин тысячи. Ну, в общем, как бы все это происходит нормально. Другое дело, если я оказался в монастыре, тогда, как писал один мой корреспондент у нас на сайте, в интернете, тогда начинаешь сходить с ума при виде или воспоминании о лосинах. Поскольку, да, но ведь монашество бывает разное, в том числе монашество бывает вполне себе мирское. Ну, например, молодой человек боится реальной жизни, считает, что он не зарабатывает достаточно денег, чтобы вступать в отношения с женщинами. И такие молодые люди иногда проводят десятилетия на диване. Уже становятся не молодыми, а все равно лежат на диване, не хотят выходить в жизнь. А можно я вас спрошу? А вы скажите, а кто, получается, подвержен бесам? Это шизофреники или любые люди? Нет. Пух. Вот, как бы, давайте закончим этот разговор. Все зависит от того, насколько сильно вот эта вот, вот эта диссоциация и какие причины ее вызвали. В храме происходят в сущности очень похожие вещи. Вы приходите, ну, я не знаю, например, у вас тик, у вас слегка дергается левое плечо, ну, или правое. Батюшка или собственная мама, истово верующая, говорит, это бес. Весь остальной процесс я уже описал, правда? Как бы, по мере того, как человек начинает все больше и больше объем внимания, концентрировать на этой своей бессознательной функции, она все больше и больше оживает. Я просто хочу, чтобы вы поняли, да, что происходит. И начинаются вот те самые вещи, которые называются одержимостью. То есть этот тик, или это сексуальное влечение, или это м-м-м, начинают являться человеку в каком-то воображаемом символическом образе. Например, мычание собственное может являться человеком в виде человека без лица. Вот меня преследует человек без лица. Этот пациент обращался к экзорцистам тоже. Вот таков механизм. Сегодня в психиатрии истинной, как вы говорите, научной, это уже давно не имеет никакого отношения к понятию шизофрения, а имеет отношение к совершенно другому понятию. Называется это феномен множественной личности. Другой вопрос, что отечественная психиатрия этого диагноза очень не любит, это предпочитает всем ставить шизофрению, просто потому что так проще. Но это вовсе не значит, что мировая психиатрия так относится к этим феноменам. Поэтому в строгом смысле этого слова все то, что я рассказываю, к шизофрении не имеет, как ни странно, ни малейшего отношения. В некотором, опять же, классическом смысле слова, это больше имеет отношение к понятию истерия, которое сегодня тоже не любят очень ставить в качестве диагноза, а предпочитают говорить опять же о той же шизофрении. Но это путаница в мозгах психиатров, а не путаница в каких-то научных понятиях. Просто мы сейчас устроены так, что все хотят жить проще, психиатры тоже. Поэтому фактически уже давно в нашей стране никаких диагнозов, кроме шизофрении, не осталось. Но это не значит, что все это имеет отношение к шизофрении, потому что слово шизофрения, это тоже ненаучное слово, это абстрактный синтез. В понятии шизофрения так же много смыслов, как в понятии любовь. Поэтому любое состояние можно назвать шизофрением. К чему это имеет отношение? Я, понимаете, опять, я могу это сказать, но не буду, потому что в подробностях по одной простой причине. Мы с вами произведем всю ту же самую операцию диссоциации. Я вам пишу признаки. И люди, у которых есть эти признаки, но не имеющие никакого отношения к феномену множественной личности, его в себе найдут и побегут к психиатрам советоваться, не сходят ли они с ума. Ну, я бы сказал так, все эти феномены, они встречаются чаще у людей с врожденно ослабленной нервной системой. И можно, то есть у нас это называется при даже, это даже имеется в виду ни в коем случае не болезнь, имеется в виду именно, скажем так, врожденные особенности нервной системы. Но главная суть, что при таких врожденных особенностях может возникать бесконечное множество других феноменов, совершенно не имеющих отношения к тем, о которой мы говорим. Это просто слабая, впечатлительная, чрезмерно нервная система. И дальше все зависит от того, с какими опасностями эта нервная система столкнется. Если она столкнется с психиатром, который назовет шизофренией, или с священником, который назовет подергивание плечом, или странные мысли, самое главное, странные мысли бесом, то могут возникнуть вот эти феномены, которые правильнее всего называть феноменами множественной личности. К сожалению, вам придется оставить всю эту фразу по одной простой причине. Вот представьте себе, я, ради бога, не давайте это в эфир. Я называю конкретные неврологические состояния. Эти неврологические состояния ни в коем случае никакого отношения не имеют к бесам, и к этим экзорцизму и всему остальному. Но человек же пугается, который смотрит передачу. И происходит то же самое. Он вдруг начинает смотреть на какие-то свои собственные свойства, испуганно, и выделять их от себя. То есть этого делать ни в коем случае нельзя. Это просто опасно, откровенно, потому что я знавал передачи, которые имели ровно такой же эффект, когда люди вдруг начинали бросаться просто психиатром или священником. Скажите, а вот в церковь приходят люди, и они начинают своим голосом орать, материться, они воют собачьи, говорят, это что это? Считается, что это выходят из них бесы. А это же не подергивает? Одно дело, когда пришла в церковь, у меня подергалось плечо, другое дело, когда воют уже с собачьим. Кать, на самом деле я все уже объяснил, давайте еще раз. Все зависит от того, что именно семья, священник и насколько авторитетно объявил грехом. Ну что делать? Русские ругаются матом. Я сейчас даже не собираюсь обсуждать плохо, это хорошо. Это некий эмоциональный мат, это практически всегда некая агрессивная эмоциональная реакция. Правда? Мы обиделись, пережили какой-то стресс, что-то не совпало с нашими ожиданиями. Но в большинстве случаев это так. Если священник говорит, от того, что ты ругаешься матом, в тебе заводится бес, человек начнет на молебне освобождаться от того беса, который ему назвали. А беса ему назовут на исповеди. Он придет на исповеди, ему скажут, это бес, это бес, это бес. Дальше он придет на... Потому что без причащения и исповеди, то есть без исповеди невозможно причащение, без причащения на такой молебен никто не допустит, на такого рода сеанс. Проблема заключается в том, что, да, это вот... Помните, ситуация возникает примерно та же, о которой говорил, не помню больше, о которой говорил Мехов в ровне судьбы. Как фамилия доктора была в ровне судьбы, кто помнит. Но не важно, да. Он говорил, сам сломаю, сам и полечу. Вот это такой самозамкнутый на себя процесс. Вот, я думаю, что это происходит именно так. Ну, правда, конечно. Вовсе не обязательно священник объявляет это грехами. Человек может сам так чувствовать. Так может чувствовать его православная жена или его православная мама в первую очередь. И то, что вот авторитетные люди бесом назовут, то и будет выходить во время такого рода молебных. А можно прокомментировать, вот, помните про рисунки, я хотела спросить. Именно что относится к вот одержимости? Нет, ну, я думаю, что к одержимости относится то, что в рисунке. Ну, в строгом смысле этого слова эту историю одержимостью никак назвать нельзя. И дама, которая это рисовала, будем надеяться, жива. И я хочу сказать, что на фоне возбужденной нервной системы, выяснилось позже, что это возбуждение было вызвано гормональным фоном, а вовсе не психическим прямым заболеванием, она переживала одержимость большим количеством разных личностей. Все эти личности, потом, как мы уже в процессе разговоров, то есть психотерапии выяснили, все эти личности были так или иначе ее мыслями, то есть ее комплексами. И когда ей удалось пролечить свои проблемы чисто гормонального свойства, все они заняли свои места исходные. А так они воспринимались как хор ангелов, поющих в голове, соблазняющие бесы и образ некой пожилой дамы, которая всему этому противостояла внутри. И вот эта внутренняя борьба монаха со своими помыслами, вот эта внутренняя борьба, она в конечном итоге и была с точностью здесь, в этом случае, спародирована. У нее возник феномен множественной личности, но тоже совершенно не имеющий никакого отношения к шизофрении. Точно по международной классификации болезни. А она нарисовала этот рисунок, эту работу, которая болела или после? Да, в остром состоянии. В остром состоянии. Поэтому он чуть грубоват. А как она его объясняла, как-то комментировала, что это ей пришло вот свыше, или кто-то говорит, и она рисует? Нет, нет, так не было. Нет, этого с ней не происходило. Она просто видела и передавала свое видение в рисунках. Сделала очень много потрясающих рисунков на ткани. Ну, в общем, на ботике. Расскажите, а как реагировать, если... Эти, опять же, рисунки ей помогали отреагировать. Поэтому даже то, что я достал этот рисунок, я, в общем, не считаю очень... Пока она болела, они позволяли ей оставаться в социуме. То есть она отреагировала в творчестве, но только в рисунках. То, что она переживала, мы это обсуждали, пока не удалось разобраться. И это позволяло ей оставаться... Ну, как сказать, она работала, жила, продавала рисунки, выставлялась, не знаю, в общем. И продолжала оставаться в обществе среди людей, а не в сих болезни. И это, конечно, способ лечения, потому что любое творчество – это способ внутренне собрать себя в какое-то целое, которым является картина. Видите, черты чуть карикатурны, но всё это держится в композиции, как некая целая правда. И это позволяло вот эти разные хаотичные личности, которые непрерывно крутились у неё в голове, собрать их в единственное целое и адаптироваться. А как вообще реагировать на тех людей, которые вот... Ну, такой симптом, такой диагноз. Нет, понимаете, это очень сложно. Это очень сложная история. Это же страшная. Как реагировать? Бояться её? Нет, опять, это очень сложная история. И то, что вы опять, снова, сначала... Давайте я вам объясню. Есть церковь. И то, что вы видите, вот этот весь процесс «сам сломаю, сам не подчиню», является своего рода лечением. Правда? То есть, никто же их в церковь не бросает, да, из них изгоняют бесов, потом их исповедуют, они приходят снова и снова. И я не думаю, что задачей врача является какое-то такое обрушение этого процесса, потому что это вопрос веры. А вера, с точки зрения психолога, это то, что человек воспринимает без критики. Ну, бишь, верующим людям, которые будут смотреть ваш фильм, всё равно, я могу говорить всё, что угодно, они всё равно не придут к врачам. А как врачи борются с комплексами, ну, мы учим их сначала опознавать, а потом собирать их обратно в личность. Ну, и ровно как в этом случае, конечно, речь идёт о лечении основной проблемой, да, вот или она лёгкая нейрологическая проблема, или она какая-то иная проблема. Но врач лечит эту проблему, эти изменения, которые есть, и помогает человеку собрать кусочки в целое. В том числе и с помощью отреагирования, в том числе и с помощью творчества. Это целая огромная история. А вот после отчетки люди могут выздороветь, или всё-таки нужно идти врачу? Ещё раз, если человек... Да, если... Ну, я могу всё, что хотите сказать. Но если человек... Мы же говорим о том, что человек изначально этим не болел. Да, это некий внутренний процесс. Как бы процесс сугубо церковный. Это диагноз, одержимость бесами, это церковный диагноз. Он никакого отношения к диагнозам врачей не имеет. Каждый случай надо рассматривать отдельно. В этой куче, с точки зрения врача, может быть, всё, что угодно, включая сюда, и шизо свинейку тоже. Как, правда, очень редкие случаи. Но всё. А журналистам, в первую очередь, не надо этого путать. Поскольку мир светской психологии и мир религиозных суеверий, потому что, ещё раз подчёркиваю, с моей точки зрения, как христианина, в первую очередь, то, о чём вы говорите, является не верой, а проявлением суеверия. И связано это суеверие, как все суеверия на этом свете, с нежеланием людей осознавать себя. Вот есть такое тотальное желание, ну, можно его ещё назвать желанием жить легко, например. Легко – это значит, не задумываясь, чтобы не грузило. Да, если я о чём-то не о том думаю, пусть мне скажет об этом батюшка. Я сам не хочу разбираться в себе, поскольку это грузит. Это тяжеловато как-то. Вот суеверия нужны для того, чтобы какая-то внешняя сила управляла человеком. Не он сам властвовал собой, а он должен придумать какую-то злую силу, которая им управляет. Наши отечественные, родные, хорошо знакомые всем алкоголики, с радостью и удовольствием, когда врач говорит, слушай, может быть, ты пьёшь, потому что ты бесами одержил? Врач говорит в шутку, а алкоголик с удовольствием отвечает, да, наверное, это бесы. Надо пойти на экзорцистский молебен. Потому что он готов признать существование любой силы, хоть Бога, хоть дьявола, лишь бы не отвечать за себя самому, лишь бы не задумываться о том, что происходит в его собственном сознании. Вот, понимаете, Бог – это нечто совершенно иное. Бог – не палочка-выручалочка и не некая сила, которую человек или даже священник может управлять по своему желанию. Все попытки, ведь, понимаете, экзорцизм – это своеобразная попытка управлять Господом Богом. Правда? Ну, потому что, наверное, если он действительно хотел бы послать бесов в человеческие души, вообще, судя по Новому Завету, он хотел прям противоположного, то он бы этого либо не допустил, либо, если он так решил, какой экзорцист? Поэтому это всего лишь признаки слабости человеческой, на мой субъективный взгляд. Когда-то Николай Бердяев писал о том, что христианство – это великая религия свободы, но вот на свете слишком много плохих христиан. Вот примерно вы говорите об этом. Хорошо, спасибо большое.